Приветствую вас дорогие зрители! Сегодня я хочу приготовить несладкие кексы с бататом. Это овощ сродни картошке нашей обычной, но она намного полезнее, этот сладкий батат. И из него можно готовить также огромное изобилие блюд. Сегодня мы приготовим что-то очень удачное, это несладкие кексы. Также нам понадобится 4 или 5 яиц, у меня цельнозерновая мука, ее надо 1,5 стакана. И также сметана около 3 столовых ложек, 2-3 столовые ложки. Также нам понадобится пол чайной ложки разрыхлителя и всевозможные специи на ваш вкус. Это могут быть любые специи, сухой чеснок, сухой перец черный, паприка, базилик, петрушка, укроп сушеный или свежий. Все, что вы любите, вы можете сюда положить. Первым делом, что нам нужно сделать, это почистить наш батат и натереть его на крупной терке. Как только мой батат готов, я его почистила, я включаю духовку на 180 градусов и тру на терке его, и потом собираю тесто. Итак, мой батат готов. Похож на морковку, вот он. И теперь я буду собирать тесто. Для того, чтобы собрать тесто, я возьму мисочку, такую вот. И почему говорю собирать? Потому что, в принципе, все, что нам нужно, это смешать все ингредиенты. Первым я засыпаю батат. Довольно много после терки получилось. Я бы сказала, что очень много получилось. Получилось батата. Так, теперь я добавляю просто все ингредиенты. Одно яйцо за другим. Итак, все яйца внутри. Все время добавить сметаны. Добавляю сметану. Что-то мне тесто получилось. Прямо многовато. Вот, мы добавили сметану. Я добавляю специи. Ну, конечно же, соль. Я стараюсь ее в последнее время не добавлять. Буквально щепотка. Перец. Перец у меня в такой мельничке. Получается особенно душистый. Когда его прямо мелишь. И он очень свеженький и приятный. Я также добавлю сушеный чеснок. Тоже примерно в такой же мельничке. Тоже и запах, и вкус. Самое интересное, чеснока сохраняются. Все это я добавляю. Так, что еще? Так, я добавила всяческие специи, которые я назвала. Это укроп, петрушка, базилик. Что еще? Кинза сушеная. Паприка сладкая. В общем, все-все-все. Теперь я хочу добавить муку. Замешать тесто. И распределить по 12 формочкам противня. У меня силиконовая форма. И я вам покажу, когда я уже ее заполню. Ну вот, я распределила все тесто по формочкам. Вот этой формы, вот эта вот форма силиконовая, и можно было бы, в принципе, не пользоваться этой бумажечкой пергаментной. Но мне почему-то захотелось для красоты. Тот рецепт, который я брала, там пользовались этой бумагой. И я хотела, чтобы мои кексики выглядели точно так же. Вот, то, чем я сейчас подсыпаю, это перец. Тертый, черный перец. И вся эта красота отправляется в духовку на 35-40 минут. В предварительно разогретую духовку до 180 градусов, можно 170 градусов. Итак, вот такие вот кексики, получается, я их вынула из духовки. Очень милые такие, поджарились. Все внутри пропеклось, но они немножко влажноватые. И их нужно кушать теплыми, или даже горячими. Через 5 минут после того, как вынули из духовки, уже можно их употреблять. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Все, пока-пока.